Привет, ты сегодня на канале ААА, меня зовут Рэй, и сегодня мы попробуем игру The Side of Rachel Foster. Не знаю, как обычно, что это за игра, всё так же она идёт по версии того, что история, в которой вы собираетесь, конус строится из деталей, внимательное наблюдение приведёт вас к истине. К тому, что мы пробуем полчасика, где-то минут сорок, ну, обычно полчасика. Моя дорогая Николь, я так понимаю, что надо листать, видимо, но сейчас мы начнём. В общем, из категории того, что есть и нравится, если хочешь, чтобы я дальше проходил, то, соответственно, ставь лайк, подписывайся, пиши комментарий, что хочу ещё, и мы тогда будем проходить эту штуку до конца. Моя дорогая Николь, давай. Ты доча, которой, мать, может только мечтать. Красивая, умная, честная. Мы через многое прошли. Я знаю, порой тебе приходилось очень легко, но вспомни, что сказал доктор Фланкин после твоей речи на школьном выпускном, столкнувшись с драконом, нужно взять в руки щит и меч. Поверь, наступает время, когда понимаешь, что пора склониться перед драконом. Я всегда считал тебя бойцом, человеком, который не боится трудностей, и, столкнувшись с преградой, может взять в руки оружие и отважно броситься в бой. Мы никогда не говорили о том, что произошло с твоим отцом, но сейчас я должна тебе кое-что рассказать, прежде чем эта болезнь разлучит нас. Что-то происходит. Видимо, я должен нажать, да? Да. Что происходит? Как мне действовать? Я не вижу ни мышки, ничего. А! Просто нажимать W, чтобы идти вперед. Понятно. Оригинальненько, оригинальненько. Девять лет назад интрижка твоего отца с той молодой девушкой и ее последующие самоубийства навеки разрушили нашу семью. Я прекрасно понимаю, что ты чувствовал в тот момент. Моего отца для меня больше не существует. Я могу доверять только своей матери. Что предательство твоего отца уже никак не исправит. И что она правильно поступила, бросившись со скалы. Я всегда была с тобой. Только ты вывихнула плечо во время своей первой хоккейной игры, когда ты попрахла всю ночь на знакомой для тебя комнате. Когда ты целовалась с Дунканом Форбсом под Амелой на Рождество в 85-м году. Ты вышла на марш против абортов, когда была на первом курсе в колледже. Дункан был хорошим мальчиком. И пускай я об этом никогда не говорила, я сразу поняла, что у вас не будет много тем для общения. А общение – это основа любых отношений. Если вы не говорите, вы отдаляете друг от друга. Чем меньше у нас остается времени, тем больше мне хочется тебе рассказать. Прежде всего, я должна попросить тебя прощения. Во-первых, я прощу прощения. Ну, судя по музыке, по письму, по тому, куда мы идем, видимо, эта мать написала предсмертную записку. А мы типа на прохонах. Мне и в голову не приходило, что ярость – чувство достойного доброго христианина. Но она помогла мне справиться с болью. Я не хочу, чтобы ты прожила свою жизнь так же, как и я, дорогая моя. Я хочу, чтобы ты освободился от прошлого раз и навсегда. Поэтому я хочу, чтобы ты сделала то, о чем я тебя прошу. Продай нашу гостиницу. Продай нашу гостиницу. А это, видимо, задача. Гостиница принадлежит моей семье, и поднаследство она достается тебе. Ты должна вернуться, Николь. Я налила адвоката в Хелене. Его зовут мистер Дженкинс. И он передаст тебе это письмо после смерти твоего отца. Меня к тому времени в живых уже не будет. Приведи быстрый осмотр, подпиши бумаги и продай эти стены, внутри которых не осталось ничего, кроме ненависти. Оставь себя столько, сколько нужно, чтобы оплатить свой кредит на обучение. А остальные деньги отдай семье той девушке. Пусть эта история закончится для нас раз и навсегда. Закончится эта история раз и навсегда. Понятно. Мы всегда поддерживали друг друга. Хотела бы я и дальше быть с тобой, но на твоем выпускном, на твоей свадьбе, увидеть рождение моих внуков. Но, боюсь, это все. Мы не знаем, сколько времени у нас осталось. Но я советую каждый час, отведенный тебе, посвятить любви. Это единственное, ради чего стоит жить, бороться и умирать. Поверь мне, я люблю тебя больше всего на свете. Клэр Уилсон, твоя мать, 24 июня 1991 года. Я так понимаю, на протяжении игры у нас не будет никаких подсказок. Да и вообще никак. С этим делом надо будет туго. Оригинальная игра началась с похорон. Национальный лесной заповедник Хелена, Монтана, США. Непогода на территории Монтана приобретает все характеристики атипичной бури. Ухудшение оказалось сильнее, чем ожидалось. С сильнейшими драми, снегопадами, эпицентрами которых придется на Национальный лесной заповедник Хелена. Национальная медседовая служба настоятельно просит местных жителей исследовать инструкцию властей по возможности не выходить из дома. Некоторые метеорологи сравнивают под стройм с тем, что случится в Биллинге. В Биллинге все 1950 года за одну ночь. Там неужели мы станем, что здесь или самый страшный забивок в округе Льюис Энд Кларк? Тимберлайн. Так, это видимо загрузка, да? Откуда у нас отражение на фоне? Или что это? Тут типа сзади облака отражаются сквозь окно. Нет. Как будто поднимет текст какой-то. Ну, сейчас увидим, что это такое. Начало, конечно, такое интересное. Музыкальное сопровождение прикольное. Музыкальное сопровождение. Музыкальное сопровождение. из-за ночи, когда мы уходили 10 лет назад поставим поменьше разрешение чувствую, что как-то не тянет надеюсь, что запись не прервется так, в принципе, тогда нет, не прервалась отлично, тогда можно высоко, наверное, поставить, я не думаю, что сильно сыграет на кадрах ну 50-44 кадра есть для такой веры, мне кажется, очень даже достаточно очень даже плавно, очень даже ничего, очень даже хорошо это типа так такая буря прям нажать я, видимо, ничего не могу здесь ну ладно, пойдем пойдем изучать окрестности местные мамина машина, понятно небось зацикла Леонардо о, прикольно как размывает, смотри так волком и что там, почему там все закрыто я, может, туда хочу попасть ну понятно, нам сам сам отель так, использовать, отлично ну тут, в принципе, управление достаточно простое ходим мы давай закроем к нормальной люди дверь темновато адвокат сказал первым делом заглянуть в офис, если я ничего не путаю он находится под горным музеем в конце лестницы ведущей на 1 этаж в конце лестницы на 1 этаж так так, check-in, hall, bail room ладно, пойдем воу ну картинка добротна на самом деле ага вот и офис отлично я так понимаю, что тут телефон где он? телефон очнись голосовая почта так, что-то можно было взять голосовая почта, окей аварийная служба 911 чем могу вам помочь? что у вас случилось? что у вас случилось? алло? вы меня слышите? что у вас случилось? ну вроде ничего не должно было случиться мистер меград, hi, it's паули from century telephone company I'm sorry to bother you but as I told you last time по правилам компании мы обязаны прекращать обслуживание должников мне мне очень жален Леонард но мои руки связаны нам пришлось это сделать мне очень жаль до свидания неужели они электричество отключат? да, Николь это Дженкинс адвокат адвокаты по истинничной сети которая хочет выкупить отель прислали мне стопку документов толщиной свет и завет и мне надо все их изучить перед нашей встречи мне надо будет лично заглянуть в окружное бюро регистрации земельных участков послушай я знаю что ты не хотела приезжать на похороны твоего отца но теперь гостиница принадлежит тебе по закону ты должна оценить состояние отеля прежде чем выставить его на продажу эмммм твоя мать поступила очень благородно решив расплатиться с семьей несчастной девушке Рэйчел и немного дробовольно согласишься лишиться такой внушительной суммы в общем теперь все зависит только от тебя займись делом а я привезу тебе такой гамбургер каких порт портланды готовят понятно я оставил какие заметки главный ключ на обеденном столе в старых апартаментах с твоей семьи начни обход оттуда дай мне пару часов не убегай пока я не приду хорошо? ручка я так понимаю что мы можем осматривать предметы ну блин это стандартные нужно было наверное прилично доказать портланды мама а не этого болбана ладно за дело немножко как будто темновато на самом то деле одни катушки тут короче валяются вот но в принципе ладно нормально я думаю подожди может там что-то сзади было нет ничего нигде нету не знаю в такие игры вообще никогда не играл сам особо то есть вот такие вот где надо что-то подбирать искать я не знаю как это вообще называется что это почему я не могу попасть если она даже не заперта в одиночку блуждать по отелю оригинально оригинально своего отражения я не вижу понятно окей это прям целый отель в моем распоряжении да какие то можно да а вот да отлично так нажмите Q что предыдущий этаж нажмите Е что показать следующий список дел мистер Дженкин сказал что оставил ключ управляющего в хозяйском номере в хозяйском номере ну в хозяйском номере так в хозяйском номере знать бы где он только в хозяйском номере нах нах и нах и нах и нах и нах на дальней дистанции звонок 4 минуты доллар 25 центов каждая минута только звонки за монеты посмотрим что там за буря оригинально решили все скрыть но прикольно прям замело типа добро пожаловать в ваше приключение было написано на доске если меня не изменяет мой внутренний переводчик ничего такого критичного не вижу номера 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 может надо было там осмотреться вообще-то ну-ка есть какие-то отметки типа где должен быть музей чего только нет ты посмотри а они слишком немного здесь этажей нет не слишком много просто не ставится по кругу так вроде как ключи так понял должны остаться были где-то там что-то так медленно перемещается офис что скальные башбаки крампус а это вниз это видимо комната отдыха что ли ну-ка что то было же связь внешним миру чё ну ладно видимо короче нам наверх эти погнали 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 записулька индейские снегоступы канат воу ледоруба нет а где он что происходит я просто изучаю все потому что есть такая проблема что я могу быть частично невнимателен а ты не можешь открыть типа закрыть вот отлично я не хочу шляться с открытыми дверьми везде обеденная комната вроде как-то тут конечно блюра на расстоянии как-то работает странно очень непривычно я бы сказал так что комнаты мастер сьют она мастер сьют находятся но и самое место для скримеров и прочего куча комнат и один я но ничего же не будет самого начала да можно закрою дверь очечи завещание письмо дженкинс а опять журнал ладно пойдем за ключами а это комната типа получается того кто следящего за отелем а это видимо моя комната ну точнее наш главный героиня здесь все выглядит точно как тот день когда мы с мамой уехали отсюда 10 лет назад это так нет тоже неважно быстрый осмотр и все старый друг так не раз не завершенный флип 360 градусов радио жертв за последние три дня снегоуборщика готова мы покажем снегопад ключ управляющего ну да да понятно вот батарейки ну все все дай мне за эти ключ управляющего это ключ управляющего которым аманда не давала мне когда я была маленькой но чтобы открыть сетевая комната понадобится главный ключ так что ставить телефон понятно зарисульки наши какие-то местные так ну как приличный человек буду закрывать за собой комнату ешкин матрешкин где фотографии маленькие заразы понятно быстро осмотр и все как говорится музыкальная шкатулка книги 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 что-то там ну понятно что здесь ничего особо нет вот мы еще средства а где телефон то звонил интересно а вот он точно опять какое-то сообщение небось оставили так ну здесь мы все посмотрели оу ванная комната понятно все ясно с нами что мы еще средства что пему ну вроде как все в порядке но я понимаю что должно начаться что то у меня начало должен свет отрубиться да так что использует странный недотелефон что в смысле какой-то странный недотелефон типа мне что обратно вернуться что ли все в порядке все в порядке все в порядке пятиручка одни ручки везде а можно закрывать его не передо мной я так понимаю тот который с автоответчиком надо обратно идти в порядке вроде как так офис нет а что тогда используется странный недотелефон телефон а тот который блин этот беспроводной в комнате был изменя конечно осмотрщик отелей тот еще походу как это все долго происходит что тут валяется я просто посмотрю везде окурки че за фигня убраться нельзя просто а закрытых не можешь так просто так мастером здесь вроде как здесь же да нет не здесь телефон да 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 блинский а это что за штука шутка вы меня слышите это мисс мегран уилсон меграх фамилия моего отца на связи федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям города хеллана меня зовут ирвин кроуфорд мистер дженкинс предупредил меня о вашем приезде мистер дженкинс очень предприимчивый человек о наверное я этого не знаю а что ах ну да какова же причина твоего звонка ирвин из какого его там оказывает поддержку во время вашего пребывания в отеле что тебе лайстар отель но очень надежный где вы не только хорошо придете время но и будете полной безопасности котел проводка все под контролем не знаю что дженкин тебе сказал но у меня нет никого намерения оставаться здесь мой предел скажем так 20 минут о но буря да это совершенно неважно я сейчас же уезжаю возможно не в курсе спасибо за все верно да я вы я так понимаю что буря все уже не дает нам возможности никуда так список дел чё нет нет списка дел и что все эти туда лепят его на разрух уже тут вот уж не ждал что все как в таком состоянии ну давай я морально готов к скримеру нажмите чтобы бежать вот это конечно бег у нее но видимо вниз что за шум доносится смотровой площадке смотровая площадка смотровая площадка я бы знал где смотровая площадка видимо на втором этаже на гону второй этаж посмотрим что там где ваша смотровая площадка находится здесь что окна следующий этаж мы попали откуда они слишком ли этот отель огромный не смотровая площадка музей следующий этаж музей этик церковь бульдерная гараж может имел сюда комната отдыха это что еще такое за комната то что за прикол что я каким-то фигом поднялся на 30 этаж зачем такая запутанная такой запутанный отель реально слишком много комнат а вон церковь ну видимо я верно иду запечатанная дверь где ваша смотровая площадка хэллоу музей а музей отеля в смысле какой он там старый был вот оно почему музей блин ну что судя по шуму то где то здесь то происходит так ладно спустимся на первую чего должно быть на первой ладно странная тема с этим отелем конечно куча дверей какая еще смотровая площадка здесь что ли ну здесь нет ничего не происходит ой концерт туалет 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 здесь мы вроде были что и что это обратно подвал но с другой стороны это не слишком мне дофига можно вниз спуститься я так не в церковь случайно попаду не в церковь я не хочу пока что попадать спасибо ну видимо так и попаду обратно сейчас в гараж и нет лыжной трассе жесть вот тут тут всего я походу короче открою все двери сюжетные и несюжетные и в итоге никуда не попаду бойлерная опасно а ну вот я в гараж попал с той двери которая была закрыта может я просто уеду не ладненько что что я думаю в принципе на этом мы закончим спасибо за просмотр ставь лайк и пиши комментарии если понравилось и хочешь продолжение этой истории то конечно же пиши это в комментариях если достаточно будет комментариев то мы продолжим прохождение этого квеста получается по хорошему ну вот а пока что вступаем в дискорде в контакте в инстаграме и в телеграме до скорых встреч пока пока до контакта